Продолжаем знакомиться с участниками выставки World Food 2022, рядом со мной Дана Кыхыева, представляет компанию Алтай Талкан, я все правильно надеюсь сказал. Расскажите Дана, что вы принесли, что у нас здесь на столе стоит? Добрый день, я являюсь производителем алтайского этнического блюда Талкан и также этнических сладостей Чок-Чок. Продукт у нас широко известен по нашему региону, по республике Алтай, среди туристов, среди гостей республики, но в России этого продукта еще нет, поэтому хотели бы начать с Москвы, ну и по всей России. Что такое Талкан, что такое Чок-Чок? Вообще это продукт с тысячелетней историей, со времен средневековья, а атрибуты для приготовления Талкана у нас находятся сейчас в базырыхских курганах Алтая. Вот, и сейчас у нас в селах, в деревнях делают его вручную, преимущественно мы хотим его автоматизировать, чтобы для объемов. Что здесь что и из чего самое главное? То есть Талкан, он есть у всех тюркских народов, у славян это толокно, похожее блюдо на это, то есть зерновой продукт, а тюрки его жарили, то есть мы делаем в основном алтайцы из ячменя, казахи делают его из проса, кто-то делает из пшена, то есть от разных. Что это за продукт? Я имею ввиду это перекус или это к чему-то, вот как это традиционная еда? Вообще есть, его можно использовать как первое, как второе, как и на десерт. Также в чай традиционный алтайский добавляют его, то есть может пробовали чаи соленые с молоком и с топленым маслом. Вот у нас такой традиционный чай, его варят в казане вместе с талканом, с зеленым чаем и такой получается сытный напиток, кислородный напиток, в супы его добавляют за несколько минут до приготовления, то есть сам талкан его варить не нужно, достаточно просто залить, также используют на завтрак, как перекус. Конфеты у нас любят спортсмены, также наши поликлиники, терапевты его назначают для тех, у кого, для профилактики работы ЖКТ и также для тех, кому нужно белковое питание. Здесь есть какие-то разные вкусы или у вас традиционный представлен продукт? У нас есть в ассортименте три-четыре вида продукции, но сюда привезли именно традиционный. Вы сказали, что на Алтае, да, это уже очень развито. Здесь видите интересный продукт, может быть, есть уже какие-то договоренности? Наша цель поездки, то есть приезда, это именно встреча со вкусвиллом и азбукой вкуса. Это магазины, чья идея, миссия нам очень нравится, то есть это эко-продукция, ЗОЖ. И также удалось встретиться сегодня с представителем вкусвилла, получить обратную связь. И казалось, что это так сложно выйти крупным ритейлером. На деле оказалось очень просто. Дали обратную связь и ждут нашего письма. Супер, Дана, мы желаем вам удачи с продвижением вашего продукта. Я уверен, у вас все получится и ваша продукция завоюет и рынок центральной России. Спасибо вам огромное.